Я потому говорю, а вы с одним еще полгода. Я, наверное, имею основания говорить. Тем более город многосемейный, многодетная семья. По-другому не было никогда. Это вы сейчас уже задыхаете. Еще не по вам, это папаина не оторвана. Оторвите ее. Третий раз он. А вы спокойно позволяете ему. А как мы должны его наказывать? Он блокирует вас. Как мы должны его наказывать? Не надо. Он только сразу, как котенок. Он понимает только потом. Как потом ему скажите. А что говорить? Подобно разъяснить. Если не знаете, я покажу как. Покажите. Мама приехала. Он вообще, Яша, никого не слушает. Вы видели Роню. Он булгачит. Даже снять с него не могут ничего. Утром не встает. Ночью поднять. Не встает. Вечером не ложится. Он сразу начинает орать, реветь. И она не знала, что сделать. Какой-нибудь, ручку только не поймите. Все. Дальше это нельзя делать. Вот эта лужа. Это дождик падает. Если ты ногой водишь, там грязь будет. Грязь. Ты ему скажи это. Он не понимает. Дальше он это делает. Ты сам думай, что. Потому что мои меры вам не подходят. Ниже Бога. А у вас никаких и нет. У вас не конкурентный. Если я говорю, я знаю, что за этим и как исправить. Вы знаете, как исправить? Знаю. Еще раз говорю. Человек пьет. Его едва и водовольку тащили. Но он верующий. Я знаю, что делать. Да ему все делали. Залечился. И тортиду там эту зашили. Я знаю. Конкретно. Ко мне. И со мной вместе жить. На одну неделю. Так у него мама больная. Телефон. Вряд он. Так, сестры. Мать, дядь. На отключение. Еще за ней сестры ходят. У него оснований больше никакого. Я на работу. Ты два дня не ходил на работу. Какая у тебя работа? А вот теперь будешь утром вставать и идти на работу. Приехал ко мне человек. Священник. У него там гонение было. Вот такая вот обрушина у него. Ремень там еда сходится где-то. Я говорю, тебе это надо? Ну, какой-то у тебя он. 125 килограмм. Ну, ты сам. Ты видишь, чем это кончается? Но я ничего не могу сделать. Жена готовит очень хорошо. И ко мне переходи больше не надо. Он ко мне перешел. Ну, устроился на стройке. Печенник. А дальше началось такое. Проходит неделю-полторы и две. Он говорит, я ремень-то на одну передвинул. Потом еще на одну. Потом еще, я не знаю, четыре или пять дырыщик он закрутил. Меньше стало. Все ушло, ничего нет. Так я стал еще ему и говори, ты возьми маленько. Хотя на случай как будет. Никаких. Утром уходит без завтрака, с собой не берет. Вечером чуть-чуть. И все, скинулось, ничего нет. Но вот он уехал домой к жене. Приезжает, ближу уже мой дружок. И вот пошло опять тоже. Это все в тебе. Вы играете жизни. Жизнь это не игра, это слишком серьезно, неповторимо. Как англичанин в воскресенье Льва Толстого говорит, у меня впечатление сложилось, что у русских такое вот есть обольщение, что у них несколько жизней. Первый как попало прожил, а потом начнут тогда думать, заубраться. А его не будет, он уже червь сглозит. И червь изгложит. Надо сразу, вот сейчас, договорил вам, как я толстой забыть об этом. Слышите, за пределами стола, вы это не знаете. Как он может учить? А почему? Ну, попросил. Ему это вредно. Вредно, вредно во всех отношениях, докажу. Да он не ест это дома. Игнатий Тихонович, он не ест это дома. Он нормально питается и супом, и кашей. А почему не нормально? Вот сейчас он нормально несет? Сейчас нет. Ну, тогда вам и говорить, не надо голоса подавать. Вы не нормально с этой лининой сторонеете, навсегда. За столом, чтобы ничего не было. О, он дома, я вам не верю. Просто не верю. Я смотрю то, что есть, а вы рассказываете то, что я не вижу. Может, ему не нравится, как здесь приготовлено. Я говорю о том, что вижу. Ирина, согласитесь с тем, что все-таки видеть это что-то значит. Вы ничего не предкрыли, когда он ушел, и Ирманов присил. Вы увидели, сразу вы отняли, положили, на следующий раз. Вы не хотите, стоите спокойно, он доедает. Вы ведете уже себя, но не так, как надо вести. Трогай, наказать тебе это вредно. Как наказывать-то? Пока не наказываю. Наказать вас-то сначала. Начните себя. А себя как наказывать? Не знаете как? Нет. Пойдем в отдельную комнату, а все остальные будут молиться. У меня много храпива. И вы быстро поймете. Вы просто играете. Нужно сконцентрировать внимание на том месте, где храпива пройдется. Это очень полезно. У меня воспитатели, пожалуйста, этому попадало, этому. А по-другому не запомнить. Я нахожусь в лагере, в тюрьме. Скажут, что тебе надо? Ко мне особое отношение. Меня пальцами трогают. Но я узнал, как наказывают. Он сделал что-то не так. И сделал не так, а заносит в учетную карточку. И теперь условно-удо, условно-досрочное освобождение, на химии называется, но уже поселение где-то, его не выпустят. Ему надо, чтобы там не было. Он приходит к начальнику, Владимир Васильевич, накажите меня, ну не записывайте туда. Жена ждет долго. Да ты уже второй раз был. Ну накажите. Я смотрю здесь. Он говорит, вам не полезно смотреть это. Разрешите. Он становится вот так вот. Человек на стол. Вот так вот, конечно, снимает это все. И у него шланг, как мне показалось, черепной шланг от стиральной машины. Зачем-то он, видимо, заполнен. Здоровый, крепкий мужчина, сильнее которого начальник отряда. И он вот так становится, и он начинает ему. Так, 15 штук. Горящих называется. И он начинает его. Ой-ой. Он где-то 10, подождите. Я не могу, можно я оставляю сразу. То есть он полностью расслаблся. Все. Приходит от стола. 15 ты должен получить или заношу его на. Он ушел. Я ему вырунилась уже. У нас хорошее отношение. Выполните мою одну просьбу. Какую? Сделайте мне его. Такое, что ему сделали. Да вы что? Я очень прошу. Я буду писать об этом, но я не могу написать то, чего не испытал. Да вы что? Если кто узнает, да меня же... Не знаю, вы же от ТГБ. На показаниях пришлось вас не добивать. Так, бывает. Я его уговариваю, разбился. Расскажу. Впечатляет. Но он здоровый, высокий ростом. Так вот, как он начальник отряда. Ну, метр, может, девяносто. Видно, спортивный. Ой-ой-ой, вот так вот встанет. Как-то разглотнется, как-то урежет. Истрый из глаз. По телу огонь идет. Я говорю, я видел, как тут арестовывают и прочее. В наручниках. Это я в наручниках еще не был. У меня охота, чтобы... Это я не могу сделать. Потому что это не кабинеты. Вас увидят, у меня сразу рожжавые. То есть, что можно, я везде старался с своим авторитетом выпросить у них. А что выпросить-то? Наказание. Потому что я буду об этом говорить. Ну, вот это... Войдите, вот то, что я вам рассказываю. Подражайте мне хотя Христу. Не то, что меня не наказывают. Это хорошо. Это не хорошо, может быть. Но пожарнение это и выделяло меня. Нужно такой лишней передачки, мне там другим закрещенным. Мне ни крошки никто не делал. Строжайшего уже было. Но Господь нашел другие пути, потому что у меня жена такая. Она везде все прошла, завела знакомство. И они как под подолом буквально все приносили. А что приносили? Мне нужно было отсветку. Все там не совсем в порядке. Это брестские орехи, перемолотые на миду. Сделаны в виде колбаски. Ну, им отдали, может быть, десятую часть. Остальное в самой сфере тому было. А некоторые совсем даже не отдали. Он все время беспокойно лежит, когда он не знает дисциплины. И утром, и ночью будет как нестись. Еще раз говорю, которые заходили... Мы зашли, хозяек не было, сестра моя, где живет. У них все-таки шесть сыновей и дочь. И совсем одинаков был. Вот видели Алешу, который топает. Это ее сыновья. Оси там еще не было. Ничего остудяного в этом как будто нет. Напоследствия тебе... На тебя, свернущик, на тебя. Он говорил-то там, это рассказ о тебе, где-нибудь. А ребенок не слушает. Она сама его запустила. Приходит, говорит. А он опять. Это не я. Ну, разбита, дорогая вещь. Мать, шлепок один. Да вам, кубарем покатился. А это ты? У нас новые купили букеты. Он там нашел, тут восемь, еще там. И наступит. Ну, он все, под кровать. Она, видно, не достала. Верги нет. Она берет ступень, как ступень вот туда. Она потом отошла. Маленька. Ладно, вылазь. Не вылазь. Она туда его... Он уже блок вылезет. Она как ступень-то залимонила туда и сразу ввесок его. И вот теперь ее состояние пойму. Вот это и есть результат. Дорогая мать, все пьет. Не пьет, но он дома сидит. Вот мы не копайки, да нет, правильный плянк опять. Да что ты проклят был, чтоб тебя, говорит, задавили. Ну, прошло маленькое время, но он вышел на улицу. Спасетка добегает. Сына вашего задавила машину на улицу. Мать забыла все. Как она брознила на улицу. У нее больше никого не было. Она наделась, что она справилась. Сынет. Ну, оказалось, что не ее сын. Надо понять, какие она муки испытывала. Как она смотрела теперь на нее. Чего вы забегали-то? Вот у нас в соседнее село. Погадам. Ты куда бежишь-то? Уйди с дождя. Уйди, сказал. Ну, за чем ты выходишь? Ну, что упадешь? Он что-то сын ей сказал. И мать сказала ему, да что бы тебя это сделало. А он вышел, сел на столеечку и курит. А у них... Да. Свинами-то что же там строили? Чеченцы-то. Чего он подошел, то уже никто не знал. Он подошел. Чего она ему сказала? То есть сказал, видимо, от гребета. Вот, нашел слово сразу убил. Мать вышла, снижал, я думала. И она теперь, я уже знал, прошло лет десять, там, и она себе не может простить. Я вам последние слова сказали такие, что ты нежеланный. И то, и то. Кстати, конечно, я так понял, что пока его нужно просто образумлять, да, потом наказывать, если не надо. Это сразу делать. Я сейчас скажу. Вот сейчас он делает, почему? Он знает, ему это не надо. Для жизни ему это нужно вот это делать. Библия переполнена словами о наказании. Да, как это в детском завете, да ты что? В детском завете другие дети были. Не жалей розги, не возмущайся криками его, дабы впоследствии утешать себя. Понимаешь, что? А теперь... Ну, чего подождем-то, Библия? Если он накажет, говорит розга, он не умрет. Но разумится. И все это в Священном Писании говорит. А в новом завете, если такой отец, который не наказывает детей, если вы спасаете время, а если остаетесь без наказания, которое общее всем, то вы незаконные дети, то есть это не ваш ребенок. Вывод отсюда. Вот он делает, и это уже не твой ребенок. Твой ребенок должен делать то, что нужно. Он делает, что хочет. Это не твой ребенок. Почему? Он так не обращается со своим ребенком. Его учат всему. Ты видел, как собак учат? Вот у меня собака была, она на выпускном вечере, экзамен был, не официально, она заняла первое место. Она мне ходила без ошейника. Как бы я ни повернулся вот так, она как привязана. Я прячу тут сидеть. Он так же прячется. Что бы ни сделала я, мы начали петь пасхально. Она голову поднимает, сидит рядом. И поднимает голос, тональность. Это невероятно. Жена ее кормит, когда мне дома нет. Ну вот я ложусь спать. Два метра между кроватью. Место охраняет. Все, жене она не позволит подойти уже. Это собака. Всего лишь собака. Почему труд? Где ползти? Как напасть, с какой стороны? Любая собака на кошку реагирует, как кошка с собакой. Ну, это означает плохо. Вот я посадил здесь, мимо, кошка, кролик. Специально, она только ушами шевелит, потому что нельзя ее приказать. Не с места, как привязанная. Она не привязанная. А такая собака-то она выйдет крестить. Вот и все. Вот она любила у меня что? Любила жареную рыбу. Поэтому сам я узнал, что она вакуумая. Я в комнате в разных местах наложил ее. Сам ухожу. Через два часа оттуда нигде не приказнули. Нельзя ее кормить в определенном месте, в определенной посуде. Ее никто не может отравить. Но труда положено много. А это ребенок. С ним день и ночь занимайся. И ты будешь утешать все. Представь себе, это будет кормилист твой. Он будет знать. Он сейчас должен уже знать слово твое. Твердое. А он ведь и не знает. Он знает, что вы рабы. Это растет диктатор. И в таком виде он вам будет не нужен. Еще подальше он будет делать, что надо. Вы возопите. Будете искать спасение милиции. У меня на работе один был. Панталер побили его. Он только одно говорил. Кто бы убил моего сына. Убил бы. Он каждый день меня истязает. Он все отнимает. У него два сына было. Стрела крана вот так горизонтально видит. Ему кто-то сказал дойди. Бутылка он развернулся. Пошатнулся. И упал. На второго убили. Это у нас на стройке был. Вообразить такое даже нельзя. Родной отец желает. Просит. Готов даже нанять может быть. Чтоб только избавиться от этого мучителя. Спасения нет. Жизни никакой нет. Он приходит в сияках отец. Но согласно Слову Божию его сын не должен жить. Проклят. Злословище отца и мать. Проклят. И потом как? Чти отца и мать. А с какое время чти? Вопрос не надо задавать. Маленькую девочку мать кормит у груди. Ну вот зашел архимандрит у нас и она спрашивает. Она его сестра. Когда начинать ее воспитывать? Он говорит, а сколько ей? До 2 недели. Ты уже на день день опоздала. Ребенок должен знать время. А может быть только сигнал, как он не дается. И она на это реагирует. У нее нормально работает желудок. В это время поступают соки. А если человек живет все время, у него вырабатывается, а ничего нету. Он прожигает деду. Наступило время встать. Никто не будет. Ты встал. Наступило время есть. Дал сигнал. Говорят, кто-то там дал. В это время я знаю. А там я в ровно 8. Вот 2 часа. Дальше 7. Почему дети, это вкусная пища? Никто из родителей не говорит, что он похудел. Ни одного еще не было. Ну, конечно, их готовят. С молитвы. Но все-таки это не мясная пища. Вот они у вас отдохнут. Это когда меня коммунисты подвистрились. Покажите, кто похудел и кто недоволен. Почему этого нет? Почему? А мы знаем. Человеческий организм, кишечник, желудок более приспособлен к растительной пищей, чем к животному. До потопа мясное вообще не было. Это после потопа пошло. Я вот на этом рот не беру. У меня на выработка, я на стройке работаю. Все время было 280-300 процентов. То есть, 3, может, так. Но это невероятно. У тебя на место приезд и что-то говорит это. И какая работа? Сделать удолбить, настилать полы, двери, окна, класть стены. То есть, ну, разные специальности где-то. А как, ну, и перепоров у меня никогда не было. Я вообще-то не знаю. Так, врубился. Сторож зает, а почему домой не идет? И как домой? А сколько дыр? На время 5 лет, но у меня как будто бы и не было. Да на работе разве можно быть таким увлеченным? Я говорю про себя. Я очень увлеченный. И поэтому, если у меня 300 процентов, а в общей бригаде 110, бригада-то хорошая была, то я прошу, сделай не пополам, а неделю отпусти, я пойду в лагерь. У меня люди идут. Ну, там кто-то сказал, как-то, на неделю его нет, а вы пишут. Ну, хорошо, я отдельно наряд ему закрыл. У него 150 процентов остается, а у вас только 110. Ну, ладно, так пускай общий будет. То есть ко мне при Тельзии никогда не было по работе, вообще не было, я этого не знаю. Вот мне было перед армией, выходит уже 20 лет, я был пророк, у меня ежедневно ездит 50 человек, 6 объектов. А я с... я не знаю. Ну, на бой, в армии. Когда меня призвали, я военком готов был послужить. Я с владельцем, представляете, полгода работаю после техники, полгода, ни одного выходного, и 10 минут. А кого спрашивается? Зеленый. А работает заключенными. А ему процент надо. Мне кажется, 105 процентов, ему день за 20, 121 процент. В день я сидел, три засчитывается. Ему он с топорами на шее вешает. А я сам-то этого не знаю. Работает женщина штукатурой, сейчас я понимаю. Я делал по нормам. А надо было кое-где замазать. Они делают? Я приложу рейку-то, ну, там, сантиметры. А положено, они больше 7 миллиметров. Я по инструкции делал я все правильно. А теперь я вижу, я делал неправильно. Никто потолки не мерил, кроме меня. Она тоже не штукатура пошла туда. А она должна это теперь перетирать, добавлять туда и время на это тратить. И ей процент уряется. Вот сейчас прошу. Вот такие броди. Это наша жизнь. Наша. Я беру примеры отовсюду и говорю, что все, что я считал, это выполнено. Почему я это выполнил? И мне это всегда было с радостью. У нас были, которые в ареную попали. Сразу начали на полки всякие делать, а где все они сохранили. У меня не одно пято, что на полок не было. А они сделали на ногах, но на полка есть на полка. Это поврежденно. Пошли. Я не могу. Перебуешься, перебуешься. Прошел Малейк. Он еще разтирает там у него кровь. Начали раздеться. Сапоги сняли. Сняли. Это что? Это на полу ты. Так. И дальше начался раздеться. Долг класс. Это самое первое. Дальше поеду. Я все это видел и думал, мне это не надо. Поэтому мне отпуск, мне награды, у меня повышение звания. А и все время гнезды, гнезды. Вот дадут, охраняли мы ракетные войска. Понятно, что это не кирпичи таскали где-то. Ну и если идти на вахту на ночь, то после обеда тебя не задействуют. Ты должен отдохнуть. Ну они все начинают то играть, то что, шахматы там. Я нахожу укромное место и вожу спать. Я должен выступить. Ночь дается для охраны. А нас назначили, допустим, на один объект, ну 18 человек. Большой очень полигон где-то. Лег спать только и один. И кого-то вызывало, может, смех в 3 дня, лёг, ещё нет, не лёг. Но теперь я на вахту. Вот теперь разница будет. Первый объект. Я обхожу колючая проволока. Я нашел все прорывы, где есть, чем ног залатал. Где прорыв, значит, кто-то там лазил. Я нашел консьерную банку брошенную, подвесил, чтобы она загремела. Вяжу собачонка. А я кое-что с собой взял. Я её прикормил к собой, чтобы она дала голову. Обошел все склады. Проверил всё, что под пломбами. Теперь, а рядом воинская часть другая. И там идут офицеры. И они видят, там что они там, с зевками стоят. И они сразу звонок приходят, его сняли с поста. Я это сразу же высчитал. Думаю, мне надо найти укромное место, где никто меня не будет видеть. Но чтобы я видел все склады. Нет, склады-то не с той стороны, а с этой, где дверь открывается. Идут офицеры, глядят с той стороны. Я знаю, кого они меня ищут. А я нашел в бурьян, немножко ямочку туда. Всё. Они сообщили. Я тебя уже знаю. Но когда пошел, я сообщил. Если ко мне будете подходить, заранее говорить. Если ко мне кто-то проникнул, а за счет стрелять вверх, сигнал, а потом я себя обнаружить не буду. Я стрельлю куда надо. А на стрельбе еще на 99-100. Я в секции стрельбы занимался еще техниками. У меня намерение другим было быть. И они это уже знали, что это игры не будет. Так они далеко еще идут. Кажут, а мы идем, вахта там, кто другое. А я уже тут на вытяжку. Всё. Борода одежурил, мне благодарность. Проходит время, мне отпуск домой дают. Ни одного нарушения нигде нет. Всё оправдалось. Вот в Чечне было там 4 солдата. И ночью их украли, никого нет. Я в книге описал, как это было. А что они, балдели, да про баб говорили. Больше у них ничего нету, но у меня-то. А если бы ты был... Я отвечаю, что я обязательно рассмотрел место. По этой стороне. Рассредоточил силы. А будка, которая... А мне один, а перед ней медицинская машина. Они примелькались, а туда-сюда чеченцы ездят. А тут выскочили их, как гореньких взяли. С автоматами. Чтобы никто не видел. Подготовил место, где никого нет в это время. Чтобы никто не видел так. Один с этой стороны, другой с этой, никому не дать место. Третий там. Одного не могут захватить, они выводят. Им бы застало не показалось. У меня три автоматчика. Но они бы не сунулись близко. Утром бы их считали по головам, сколько пришло. И поэтому... А они получили... А что я взяли плен, голову отрезали, ничего нету. Четверо погибли. А где Родионов, Евгений там... А как он попал туда, разберись. Меня ни разу, повторяю, в Марфлоте четыре года уже ни разу не захватили нигде. Так вы умели прятаться, я не прятался. Я делал все по инструкции. Настолько по инструкции. Вот в лагере, в это лагерь, там уже полный контроль. Никого отдельно там локальная зона такая, в зоне еще зона. Когда там в начале. Ну и ставят в дверях тогда, приходят. Кого пускать? Причислен начальник, отряды. Больше никого не пускать. Все. Но они не знали, кого ставят на вахту. А они пропускают маленько. Меня поставили, а там приходят другие. И приходят к тому, кто меня ставил на вахту. Вот, а им надо там щекерить, а другое нельзя. Да ты что? Ну, это мой товарищ там. Не знаю, мне сказали троих. Вот, я их могу пропустить. Больше нет. Тогда сообщите. Тот вышел. Переди его. Вышел. Я взял правильно. Правильно сделали. Я второго. Тому надоел. Он. Так, замерите его здесь. Иди отдыхай. Стас, на уголок. То есть они меня сняли, чтобы сделать, как у них было. У них-то там не трех пропускается. А я точно делаю. Почему? Инструкция, я верующий. Я стою на вытяжку, сколько положено. То есть в любом деле, ты отнесись к этому. Все, что делаете, делайте как для Господа. Да мне эти интересны. Для Господа. А для Господа я же не могу мухлевать. Я дитя... Вот дети, которых дал мне Господь. Ну, это сказать, что ему это не надо. Но он уже точно знает, что она сделает все, что он хочет. Вы переведите на русский язык-то. Я знаю, вам это будет неприятно. Слушай, а что делать? Ну, первое, считайте подальше, чтобы он не доставал. Вы его дергать. Я говорю, он никакого отношения не имеет. Никакого. Его дергать не надо. Ему сказалось, что этого достаточно. Вы сейчас на одну минуту боитесь его. Он вас привязал к себе. Это я называю пуповиной. Я его... Вы говорите, чтобы он на дожденье не доставал. Я его под крышу вожу. Ну, сейчас я не об этом должен. Он сколько? Ногами сказал, не растаптывать. Он все время растаптывает и растаптывает. Сколько уже раз говорили. Он не слышит вообще вас. Ну, скажите вы ему, что он вас услышит. Ну, я дальше должен слово выполнить свое. Так, слушай, Назарин. Вот туда ногой нельзя. Вот так вот нельзя делать. Это сухое, а там мокрое. И ты удолжишься сейчас, а она там ямка будет. Это нельзя делать. Иначе я накажу тебя. Больше ничего не надо. Он знает, что такое. Если не знает, что такое наказание, значит, это ваша вина. Держать не надо, отпусти его в руку. Он не знает. Вы уже понимаете, без вас он шалку не может шагнуть. Он совершенно самостоятельный человек. Вот полезет туда, дальше я уже скажу, что надо было делать. Стойте, разговаривайте. Ему будет тяжело стоять. Он будет стоять. Он не может, он уже на руках перейдет. Ему она не нужна, но он не может. Он привязан. А ей нравится, она задействована. И она воевать против мужа ребенком будет. Да я с ребенком, а ты меня тут. Это лет толстой крейсер-рассанаты, считай. Мы воевали с детьми. Это до нас было уже миллион крат. Ничего в этом не было другого. Такой же самый ребенок. А вот он топчет, это его дело. Он молодой, у него энергия. Но в воду, чтобы не лез. А он полезет, что мне делать? Стоять? За руку взять, не надо. Так я его брала за руку? Не брала, но мы только не туда повели его. Его надо повезти туда и сразу его взгреть. Сразу же. А как я покажу, чтобы никто этого не видел. И очень серьезно. И опять привезти, поставить. Второй раз. Вот этот Паша, боевой парень. Так, позови Пашу сюда. Пашу? Послушайте, что я расскажу вам. Вот он меня за руку взял. Мне нужно убрать руку? Не надо, руку брать не надо. Он самостоятельный. То есть не брать его? Не брать. Хорошо. Не надо, отступись. Вот здесь должна быть. С левой стороны. С левой. С левой от мужа должна быть. Всегда. Вот здесь. Вот твое место. Здесь этим распоряжается. Жена родила мужа. Это мужа ребенка. И передала мужу. 93-й год. Питара Гюго. Полное писание. А он передает куда? Он передает церкви. А церковь передает Богу. На тихо. Так. Послушайте. Ты когда у нас был в первый раз? Сколько лет назад? 2007. Давненько. Сколько тебе лет было? 4. Слушайте, как было. Он любил убегать от бабушки. Везде. На вокзале везде. Так было? Да. Вот он из Казахстана. Ну вот здесь стали пилить. Ну вот повернулся я. Нету она одна. Это где Паша? Убежал. А убежал там где-то скворечник. Где я нахожусь. А гляжу он там уже где ветли. Так. Я его сразу. Туда. Рядом крапива. Взгрел. Бери пилу. Сколько лет было? 4 наверное. Ну тоже больше. 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 Он опять рванул. И туда. Ну а от меня еще убежит. Я бегать имею. Я мгновенно тоже захватил еще раз. А вот парень сообразительный. Он сразу говорит. А если я убегать не буду? Бить меня будете? Я говорю нет. Все. И теперь все лето провел. Но так как за ней были наказания. И мы не разрешили вот этот бум. Вот этот. Вот этот. Ходить вот так. И он обиделся. Я прихожу. А он мне и говорит. Вот так и так. Мне не разрешают. Я разузнал. Почему? Неправильно. А он ходить не умеет. А там упасть может. Убиться. Я спрашиваю. Залезаю ему ходулю. Теперь пошел с ним учить. Он кричит. Баба смотри. Я хожу сам. Но ему не разрешили на второй этаж башни залазить. А есть третий. На который только я разрешаю. Я туда ему разрешаю. Беру бинокль. Баба полезли вместе. Ему не разрешили здесь. А он не виновен теперь. И баба посмотрела. Вот теперь они с бабой друзья. и со мной. И теперь опять приехал. Так? С Богом отдыхать. Понятно, что это не игра. Я рассказываю. Не договаривался с ним. Поняла? Вот она приехала. Она абсолютно везде убегала. И теперь поехала домой. Они убегают. Наши дети, которые приезжают сюда. Едут дорогой. Ну, далеко. Представь себе. Одесса. А потом говорят. Мы едем дорогой. Ну, а купет это общий вагон. И спрашивают. А что это у вас за дети? Сидят, читают, разговаривают, как старички какие-то. А что с ними? Те же дети приезжают. Вот как это? В течение одного дня я его поставил на ноги. Одного дня. А почему? Потому что это строго по священному писанию, по святой Библии. Она заповедует. Накажи его, дабы впоследствии утешаться. Не жалей. Не его, а розги не жалей. Потому что розги надо делать там и прочее. Розги не жалей. Ты думайся об этом. Никогда не бей его рукой. Потому что у ребенка ассоциируется наказание с тобой и с рукой. У него будет другое отношение. Телефон. Ты понял? Угу. Рукой не наказывай его. Только так вот где-то что-то дернешься. Ну, наверное, и верю. Говори. С миром. Да. Да. Ну, слово не быстро. Что означает? День, неделя, месяц? Ну, и что ты должен делать в это время? На работу не ходить? А ее не трогай. Тебе разницы нет, где сидеть-то. Дома сидели здесь. Все перебинтовано. Возьми с собой масло облепихового. Это никакого отношения не имеет. Это ни на фронте, нигде не даете льготы. Ну, обжег. Ну, какой. Ты все тело на 90% обожженное? Нет. Да и при том ты... Да я говорить даже не буду. У меня врач... Сережа, у меня врач свой здесь есть. Здесь. Я один раз только ей дозволил. Пришел в лагерь, не узнал детей. Все перекрашены в зеленый, как забор Поповского дома. Не надо этого ничего. Вот у меня ребенок тут сколько было? Я ему даю нормально побольше чего-то. Ну, горячей воды. Меду ложку, все, кончилось. Я тебе дам меду. Не надо ничего это. Перебинтовой сиди, тебе сзади сидеть, какая разница-то. Наоборот, тебе это лучше. Так что, это никак. Собирайся. С Валерой поговори, чтобы он приехал сюда, чтобы мы на месте здесь потренировались. Ну, как у вас будет здесь разные ситуации? Ну, проверили, как мы будем. Нештатные ситуации. Что надо будет брать, когда будете уезжать и посмотреть надо? Может быть, мне надо ехать в Барнаул и с Барнаула вас провожать. У вас получится все. Это ничего не значит. Совершенно. Виктор Андреевич сказал правильно, но то, что у них написано на инструкции. Ты для Бога это делаешь. Так. Все, отошел. Так, поставь его сюда, чтобы за руку маму не врал. Он уже рядом стоит. Потихонечку. С этой стороны. Мама не нужна ему. Ну, чтобы вас не замощило. Стоя колопапы. Заметь, он будет сейчас на своем настаивать. Он уже будет лезть и лезть. Почему? Сколько может? Два года есть? Все. Два года вы пестовали. То есть воспитывали его таким. Это мучитель ваш. И вам радости в нем совсем мало будет. Уже вот-вот. И вы на каждом шагу будете, а он будет отдаляться и отдаляться от вас. Вот я пришел домой, а щенок порвал что-то там, книжку. А больше, что если он порвал книжку, значит, эта книжка его надо хлопать. Хоть не сильно где-то, но... Но если я пришел, а он ко мне со всех, ну, откинулся, то он будет понимать, если я сейчас накажу, он понимает, его бьют, когда приходит хозяин. И теперь от меня он будет, я прихожу, он будет прятать все. Забудь про свою книжку. Ты уже... Если бы я держал книжку, а он вырвал ее, вот тогда в этот момент вот это связано будет. Он будет тогда бояться книжки. А так он боится меня. Ну, что тут непонятно-то? Это ребенок. Его уровень развития не намного больше, чем у щенка. И поэтому, ну, если ты понимаешь, о чем я говорю, примени. Папа, держись за него. Ухожу, передай его маме. Стоя, кола, мама. Но дело в том, что маму придется сейчас лечить. Она уже привыкла им... Ну, я не конкретной маме говорил, а вообще. Она же привыкла им прикрываться, что не так все это сын. Она кормящая, она заботящаяся. Ну, а ты работай, ты призван к этому. И она ей все время будет прикрываться везде. Пойти, куда я не могу. У меня ребенок в церковь, хотя она не может, у нее ребенок. То есть она все время крышку-то держит. А это уже не просто опасно, а крайне опасно. То есть она уже к Богу идти, прикрывается им. Ребенок встал между Богом и ею. И это уже очень-очень близко к тому, что ребенка не будет вообще. Я вам рассказываю то, что есть. И поэтому, если говорю, вам это неприятно, это означает, я достиг цели. Если бы я говорил, как ваша мама, там другие, да что ты его, да ребенок, да он плачет, да отпусти, что ты мешаешь. Кто ты такой? То есть ты никто такой. Ты свое удовольствие получил до рождения, отойди от него. А они знают, что говорят. Ты отец, тебе верь на это. Отец глава. Глава. А у него, кто у него глава? Мужу глава, Христос. Я говорю по слову Божьей. Все. Наметил сколько времени, он это, вот пальцы толкает в рот. Сейчас можно сказать, вытащи пальцы из рота. Потому что он прикасается к стене и в рот. А другой раз спокойно его убери. Вот два-три раза он не понимает это дело, значит, тогда подумай, как сделать. Если ты не знаешь, я тебе дам инструкции на каждое движение его. Повторяю, тебе еще нет сорок, а я сорок три года вожусь с детьми. А у нас были какой возраст? От семи месяцев до семидесяти двух лет. Лагерь комплексный. Бывает с бабушками. Ну, она приехала, а ребенок грудной у нее. Отдельно, вот как вам Келли, выделили и все. Но правило общее, правило общее для всех. А утром как он, утром пустит. Днем он будет ложиться спать. Это нельзя, здесь все выщипано. Как? Но посты он будет соблюдать. От груди отсаженный все. Православный будет соблюдать. Повторяю, нас здесь, и киров матери. Все посты мы соблюдали от строжайшей точности. И больного ни одного нет у нас. Ни одного. И все угодно и для армии. Но ясное дело, что мы комиссии все проходили. Вот так. Вот теперь он держится правильно. Он должен держаться. А не ты его. Вот он держится. А когда пойдешь куда-то, теперь ты его держишь за руку. Иначе рука его... А он на новом месте стоит. Если он что-то просит, будь очень внимательный, что он просит. Выполнимо или нет, постарайся ему объяснить. Если он начинает терроризировать тебя, дай ему понять, что подчиняюсь не я тебе, а ты мне. Так, не задевать его. Так, не задевать. Он на выможице. Так. Что там не так было? Выможице говорит. А как выможице говорит? Выможице? Ну, ему, конечно... А выможица обезвезку, да? Да, да, да. Ну, это уже не сделать ничего. Вы сразу рассудите. А это можете не говорить ему. Ему это не выполнить, он этого не знает. Придется выхлопать. Это не грязь. То есть вы высчитаете требования свои. Ничего не требует. Ты для ребенка поставь рамки, вот здесь, да, дайте ему свободу. И посмотри, на что он свободен. Свободен будет. Где-то будет прыгать. Ты ему покажи. Вот выше этой ступеньки нельзя. Ты еще не умеешь. И он упадет. Он будет уши обытерпеть. Но все это будет в рамках неповреждения тела. Работать надо над ребенком. И работать очень крепко. И, конечно, непрерывная молитва. Посмотри, сколько времени стоит. Вот он сейчас топчется в сухое место. Это его работа. Пусть он топчется, делает, то не надо. Ему это не запрещает то, что не приносит неприятности. А это он грязь летит и проще. Вот ему нравится. Он, видишь, как, рядом туда не лезет. Ну и пускай топчется. Ты определи ему границы дозволенного. Мать отошла, стоит нормально. Она отдыхает в это время. Она может помолиться. А он ее непрерывно дергает. И она поняла, что они срощены. Пуповина не оторвана. Пуповина должна быть, как от груди отошел. И тогда она должна быть тоненькой паутинкой. Тогда он должен знать время кормления. Накормила через 4 часа. Можешь зареветься. Я уже не подойду. Он сухой, сытый, огражденный. Какой манежик ему сделали. Все, у нас на печи на русской. Даже тут одна печи сохранилась. Загородка. И там ребятишки играют. Там горшок могут им поставить. А теперь, смотри, за эту грань. Он за это время забыл. Вот сейчас долгого не было. Он может нарушить. Но это он не нас доказывает. Потому что у него память короткая. Ты его потихоньку отвел. Он приближать себя будет. Он туда тянет. Но если после этого сразу начинает разговоры. А ты что-то предупредил. И сразу скажу, принеси крапиву. Положи здесь и покажи. Еще только полетишь. Я тебя беру сейчас по заднице. И выполни это. И это урок будет большой. А потом крапиву положи рядом здесь. Учить надо. Конечно, тебе надо будет отрываться от этого. Серьезно смотреть. И не перегнуть границу. Другой раз хочет этот за ухо схватить. Никогда не прикасайся. Ни к ушам, ни к чему. Он должен знать розга. Там назову крапива. И ты это отдельно. Наказывать ее розга. Не отец. У ребенка это как-то сливается все вместе. И чтобы ваши отношения были хорошие. Вот отец заходит. Ну как? Спать охота? Да, ложись спать. Папа, а вот эту розгу вынеси в другую комнату. Отец-то рядом он нужен. А наказала как будто розгу. Розгу эту вынеси в другую комнату. Розга ему враг. Наказай его, не сделайся ему врагом. Не потеряй уважения. Понятно? И когда мать правильно воспитывает ребенка, а отец пришел, она не допустит, чтобы они забегали в комнату. У нас был пин. Я не найду. И я, Давид, не видел? Это в Болгарии. В коммунистическом ГУЛАГе. И там малые дети были. И вот одному ребенку решили помочь бежать. Один был расположен такой. И говорит, сейчас, говорит, на вахте, который все время дежурит там, начальник, это мама твою любил. А где отец, там не говорится где-то. И вот как его арестовывали. Видимо, отец в другом месте в ГУЛАГе. И они решили подготовить побег ему. А мать находится в Норвегии. Бежать надо только на юг. Ему рассказывают. А он среди детей, у него такая память, он по-гречески там что-то знает, по-итальянски, среди разных заключенных-то где-то. Бежать на юг, Италия, там корабль, там переплыть надо тебе. Вот там-то, там-то. И потом, кажется, через Германию подниматься кверху. А ребенку 13 лет. Один. Но документы его все достали. И он бежал. И как он бежал. И вот вся эта история у него там идет. И он не умел улыбаться. И дорога-то его там где-то наступился. Пожар был где-то. И он спас. Он очень добрый парень-то был. Ну и его богатые. А дети богатые, которые спасли девчонку-то. И он, девочка-то ему понравилась. И он улыбнулся. Улыбнулся. И сам удивился. Я улыбнул. У него мускулы не работали на улыбку. У него этого не было. Он этого не знал просто где. Ничего нет. Так он руки запачкает. Ничего. Воды он не касается. Ты понял? Вот сейчас идет урок. Вот ему это нравится. Ну и пускай. Говорить это не надо. Значит, его ограничат полностью. У него нет движения. У него движения есть. Нормально. Но он не делает то, что... Мама он замучил. Вот я видел уже. Он говорит, тянет. Он их туда тянет. Мама отошла в сторону. Он не тянет. Никого нет. Вот уже урок идет. Посмотрите, сколько времени. Я сказал, папа, встань. Граница. За которую он не должен заходить. А вот он кидает. Ему нравится. Пускай кидает. Это очень интересно мальчику. Понимаете, это уроки. У меня это описано в третьем томе. И там учат. Там написано воспитание воспитателей. Как именно работать с ребенком. Вот у русских считается отцом русской педагогики Ушинский. Неплохо почитать, даже неверующим. А отец в мировой педагогике Яна Амостаненский. Он, кажется, в священии был. В священии. Просто читайте об этом. Смотрите. У него ссылки непрерывно на Библию идут. Все время определяй вот это. Ты ему не запрещал кидать. Нет. Поэтому одного запрещения пока ему хватит. Не навешиваю его на нас сразу. Он не чувствует себя стесняно. Он заметил, он так берет. Ему это интересно. Он улыбается. И тесто все фиксирует. Не больше одного запрета. Все. Пускай кидает все. Ему это интересно. Поняла, матушка? Это большая работа. Наша мама, у нее 12 детей было. 10 живых. И она говорила, самое трудное, молиться и с детьми водиться. Она говорила, не с детьми, а с детьми. Она знала, как это. 5 человек, 5 дочерей, которые выросли. Она была мать-героиня. Вот как интересно. Вот смотрит его багажник. Чудо голубоглазое. Вот мы прошли первый урок. Практически урок уже закончил. Он продолжается на переменке сейчас. И сам себя разыгрывает. Говорит, здорово как. Маму он не терроризирует. Туда он не лезет. Запрета на это ему не было. Нормально. А как, что поступать? Оказывается, даже и не воспользовались розгой, крапивой. Ничего вообще не было. Мы просто говорим. А Господь видит и ускоренными темпами вам показывает это. Чтобы вы поверили, что другого пути нет. Интересно? Если тебе это не интересно, лучше бы тебя не иметь ребенка. Должно быть любое дело интересно. Тогда ты выискиваешь лучшие методы. Как это сделать. Как сделать даже в бедности. Я каждый день благодарю Господи. Я благодарю Тебя. И научи меня жить в бедности. Красиво и интересно. У меня есть такое нехристианское слово. Азартное. То есть я только сделал, мне еще хочется делать. Я как бы в азарт вхожу. Ребенок отъедет. Значит, дальше я вижу, что да, он понимает. У него есть уже маленький навык. На это мы сейчас начнем строить. Теперь я на него уже больше внимания уделяю. Ну, дождь, конечно, тут не развернешься. А в другом деле, да, что можно сделать здесь? Показать ему. Сказать за стол ты не сядешь, пока не поработаешь. Это он как бы нарушил. На самом деле он не нарушил. Потому что он толок то, что бросил и не утонул, а он его утопил. Ты должен заметить, что он не нарушает в данном случае. Хотя он коснулся воды. Мы показали ему туда. Для него это не связано. Это разное государство. Он какой, глядя, смеется, веселенький. Посмотри, мама, на лицо уядет. Не видно, что его угнетают. Или ювенальный институт привязать себя может, конечно. За что? Удушающая любовь. Мать сильно обнимает ребенка, отнять удушающую любовь. Вот еще нельзя сделать. Просто ехать надо к чеченцам и попросить защитить. Там ювенальный институт нос не сует. Даже вообще никак. Ну, было, пришел мужик, не платят электроэнергию. Он говорит, нам не платят зарплату. Пять месяцев. Ну, вы не платите за электроэнергию. Прислали электрику отключить, отключать от столба. Сказали, не трожьте, я всегда платил. У меня все оплачено. Вообще, я не заплачу, когда не платят. Он пошел, он выходит, сразу на столбе поместик. Это он сразу захлестнул, застрелил. И он, пока сняли. Пришли эти, теперь смотрят, где. И он взяли. Но я один пошел, зато я все село освободил. Никто больше не лезет. А они могут поставить, мы не можем. Вот там взяли, мальчишки, кажется, я сейчас не помню, ну, лет 14, не больше. И когда там взяли эти, захватили там кто-то, и один стоит, еще-то его сестренка. И он что-то неположенное сделал. То есть, что у них неположенное? У нас это нормальное явление-то. Он, его никто не ждал. Он нырнул буквально через ледя, выхватил автомат и тут же расстрелял их. За счесть сестры. И вот уже убили ребенка. Я в честь защитил сестры. Мне не стыдно пойти к Аллаху. У них лозунг какой у нас, если одного сына родить, ой, многодетная. Да еще многодетная даже нельзя назвать-то. А у них так, она еще 13 лет, а ее спрашивают, а какая у вас там мечта? Слово мечта не христианское. Значит, замуж выйти. Ну, а как ты выдержит? Ну, папа с мамой заботятся, я дома сижу. Они найдут жилья. А если у тебя нет, кто нравится, ты не будешь любить. Я научусь любить. И вот, теперь, когда она уже замужем, мы говорим, а какая у вас теперь мечта родить пять сыновей для Аллаха? Не для мужа. Мужу подарила у нас сына. У них этого не говорят. А она Аллаху делает это все. Подарить Аллаху. А 10 дочерей? 10 дочерей ничего не значит. Упал, да он заморался. Ничего не значит. Для него это естественно. Там возвышенное место. Ты определи, почему он упал. Ага. Там бордюрщик высоко, он запнулся. Ничего. Он может еще больше упасть. Ничего. Видите, он нашел себе занятие. Должна руками работает усердно. Нормально все. Так, туда нельзя ходить. Туда нельзя ходить. Вот здесь играю. Напомню тебе, потому что то уже вылетрилось. Смотри, мам, учись. Какой активный мальчик растет. Замечательный. Ну, а после этого, смеем. А сейчас он к нам накидается в это время. Ну, займись чем-то. Картинки показать и прочее. Тут маме больше времени дано. И как он смотрит на всех. Кто кого учит, еще надо разобраться. Вам кажется, что это обезьянка. А если он много говорит, сказал, это вы шимпанзе. Уроки проходим. Парень лез туда. Мама его все время тянет, ничего не может взять. Он туда лезет. Я говорю, уйди наоборот. Отпусти его. Папа, нажимайте. И ты его руками не трожь. А он нашел занятие. А занятие это не вредное. Наоборот, он старается уничтожить лужу. Экскаватор приходит. Это два экскаватора пришло. Две горсти его. Засыпать. Вам самим будет интересно. Не в лужу топает. Он стоит на сухом месте и ногами. А Фрося пойдет, а по луже будет топать. Потому что родители не воспитывают. А ну, иди-ка. И ты все время стой и благословляй Бога, что такой разумный парнишка родился. Бог даст, может вырастет, может быть помощник, если его власти не ухайдакают, не пошли в Чечню, никуда-то. А для этого исполняй знаковый Божий. Немножко рука шабряда, чтобы его не перетянула голова. Руки в это время. Вот он сейчас наклонился, и должен сразу буквально взробнуть, и готово мгновенно захватить то, что он не рассчитывает сил, наклонился и может нырнуть туда. Голова большой тяжи сильнее. А то руки-то сложил, и я не могу я на все давать инструкции. Внимательно смотри. Не допусти крушения шофера. Вот он как. Ты никогда так играть не сможешь уже. Ну-ка. Ну все, у нас пока. Благодарю за получение. Слава Иисусу Христу. Нормально? Хорошо. Все. Мама, еще один раз. Это место будешь проходить, вам у тебя, как я, наказывают. Это место никогда не приходите без молитвы. Поблагодарите, что такой успешный урок прошел у нас здесь. Что у меня было свободное время. Я выезжаю сейчас. Михаил, поехали туда. Ну, остальное мы уже узнаем. Я не наказал. Вот, допустим, сделал, а я не наказал их. Что лучше, наказать или не наказать? Не наказать. Не наказано. Лучше пропустить. Лучше пять раз оставить виновного, не наказывать, чем один раз наказать за то, что он не виновен. Сохрани Бог. Наказать как за злостное нарушение, когда где-то лжет. Вот это поставьте. Чтоб всегда говорил правду. Строжайше смотри, приучи к этому. Ложь никогда не оставляй без наказания. Да. Как наказывать за ложь? А? Как наказывать за ложь? За ложь наказывать. Ну, у меня в лагере, я не могу к вам применить это. Я отмечаю, смотря где, за что солгал. Я говорю, наказание увеличивается в 10 раз. Если один горячий, будет 10. Ну, и сама видишь как. Они прямо сами, да, было. Я допрашиваю, Тимоша делал. Да, делал. Это я написал. Это я говорил. То есть, обвинить конкретно во лжи я не могу. Даже вот этот, он много говорит лишнее, и вам Ваня заметил, он сразу говорит, да так, они будут. Или Кирилл. Я за ложь, кажется, нынче никого даже не наказал. То есть, они знают, это грань, и грань очень опасная. Это ров, куда они рухнут. Ну, остальное это проще. Вот я говорю, предлагаю ему наказание, или там, пищу лишиться, он смелый, наказание. А тогда не наказывай. Я люблю смелых людей. А ему это приятно. Теперь, он смелый, а во-вторых, температура на всем теле одинаковая, там не горит сзади. На все надо смотреть. А вот теперь решил он взяться за руку. Это очень хорошо, тепло отца ощутить. Понимаете, это нельзя каждый шаг проинструктировать. Ну, ты сама знаешь, как с Пашей было. Иногда спрашивают, а откуда вы это знаете? Вот у меня приезжали не кто-то, а директор Кэстонского института из Лондона. Ну, вообще вообразить нельзя. Всемирно известный человек, про ней только в интернете. И профессора психологии приезжали здесь. И сидели, и записывали. И спрашивают, а где вы этому учились? Нам не преподавали. Я говорю, у меня нет никакого образования, вообще нету. Я просто люблю моего Господа, это я могу сказать. Я люблю Господа, и Святую Библию. И стараюсь там учиться. У меня нет образования духов, ни семинария, ни академии. Но мне приходилось беседовать с профессорами, которые тот же вопрос задают. Это от Бога. От Бога, значит, вот ребенок, ну, допустим, не может ничего отдавать своего. Или кто-то приехал, ну, я привык здесь, перейти в другую комнату, он уже не может. У меня на это как раз пример. Вот весна, я с ребенком сажусь, видишь, скворец прилетел. Он ребенок-то и не замечал, может быть. А вот смотри, что он делает, надо посидеть с ним. Скворец полетел, а воробьи вокруг чирикают. Тут воробей был, он там избушку построил. Но воробей-то здесь живет. Он может вывезти воробьет в любое время. А воробей-то не скворец. Вот скворца жесткое такое, жилище, там ничего нету. А воробей, он все пушинки соберет. У него перина сверху, перина сбоку, перина снизу. Он воробьят очень любит воробьят. А скворец, когда прилетит, они оттуда вылетели, воробьи, он оттуда матрасы, подушки, все выкидывает. Мне не надо. Я его воспитываю спартанские, стоял скорченка-то. Я ребенку говорю, ему до того смешно, как это летят пушинки. Это подушку он выбросил, воробьину. Маленько погодя, две пушинки, но это матрас выкинул уже. Понимаешь, я трачу время, а ребенок теперь начинает это все оживотворять себе. Почему? Конечно, воробья жалко. Но воробей может под любой застрехой, за наличниками, под шиферинкой где-то, а скворец не будет, ему жилища подавай. Это называется не воробьятник, а скворечник. И поэтому ему надо успеть выпарить, воспитать и улететь на юг. Поэтому тут уж ничего не сделаешь. И ребенок соглашается. Иногда бывает другому больно, по-другому нельзя. Ты разговариваешь, вот у меня я не сюсюкаю с этими детьми. И уже начинает некоторые ворчать, ну с ребенка, да может надо было простить, даже батюшка наш говорит, ну в пять-то, ну рано, ну хоть маленько попозже. Батюшка, попозже, когда день будет короче, сейчас полшестого. Еще недели-полторы пройдет, в шесть вставать будут. То есть мы идем за солнцем. Разумно это? Как не разумно? Разумно? Нам нужно еще ночь перед телескопом провести, но не получается. Когда дождя не было, луна была, надо абсолютно темную ночь, вон подставка под телескоп стоит, телескоп есть, все. и мы будем смотреть. Ты все, что видишь, вот ребенком идешь, пьяный валяется. Ты не пройди мимо, остановись, как ему человеку этому тяжело, его дома ждут, а его нет, почему он пьет, а почему он пьет? Потому что в Бога не верит. И ты будешь, если безбожником, будешь валяться вот так, тебя машина задавит, ребенок, чтобы это верить. И сострадание, и боязнь. Я ему должен это все объяснить. Вот говорят, ребенку не дается знание, знание там трудно, но бывает это происхождение уже заложено в нем. Бывает, ну, еще нельзя сделать, у нас Ксения, эта маленькая, это происхождение, воспитание, все. Она глазами хлопает, играть, катать, тут она будет. Как-то в сторону, она тут же все забывает. Вчера в трубе побыли там одна, две одежды уже забытые. Ну, надо какой-то путь к нему найти. Показать, что она никогда не будет профессором филологии там или что-то. У нее все, абы, абы как, но она тоже живая душа. И чтобы она развела доброе качество, сострадание, желание помочь, не только взять. Чтобы она этим хотя бы взяла. И может, Бог даст ее. Муж будет непьющий, это уже большая награда. Да и вторая, это работящая. Ему надо ребенку этому уделить внимание. и заметить, чем он интересуется. Вот у меня был ребенок, он послали работать, я посылаю вот эту траву вокруг келья рвать-то. А дети видят все, а он не рвет, траву там сидит. Это для меня сигнал, я пошел. Не сказал, сидит, да ты сидит, да ладно. Я не оставляю без внимания ничего. Я подошел потихоньку, наклонился, гляжу, а он рассматривает, там интересно, как большая жужелка, то ли она умерла, это сдохла, ее комары, эти муравья, опрокинули и тащат к себе. А у нее лапы-то кверху, и она в ногу-то не пролазит к ним-то. И он сидит и наблюдает. Я потихоньку от него отошел, а он даже не видел. Подошел, он работает. Он работает. Не надо его трогать. Может быть, это как раз биолог будет. Может быть, он врачом будет. Мы не знаем о том, но у него к этому интерес. Нынче так не смог сделать аквариум. Мордушки нет, никто не ловит, а там бывают такие разные драконщики тут поймают. И вот здесь и дети тогда там с часами стоят, сидят, там большой бочок, я его зарою в землю-то. Но они над ним там, маленько он возвышается над землей. В те годы у нас были здесь такие бассейны. Вот он что-то делает, как будто бы он вредит. Он не вредит, он оторвал всего лишь соломинку. А если гвоздь возьмут, сейчас будет, это нельзя делать. Корябы. Воду нельзя, воду нельзя трогать. А сам стою в воде. Игнатик Мышлен, можно вопрос? Вот почему в одной семье происходит дети, брат, сестра иногда ненавидят друг друга, дерутся, девочка с мальчиком? Это от родителей? Не знаю. Я не правительство. Не знаю. Я знаю такое интересное слово избрание. Вот у меня старший брат. Его звали Самуил по крещению. Самуил, а мы звали Монька. Почему Монька, я не знаю. Он умел все делать. За что не возьмется, все сделает. Я ничего никогда не умел делать. А я его любил. Ну, как же это, боготворил. Если бы можно так было сказать. А он обманывал маму. Тятя, тятя у нас. Не мама, не папа, а тятя была. Он мог сырщик стащить, там творог со сметанкой, а мать вытащит, замерзает, передожди в стонку. Ну и все. Крысы съели. Мать скажет, надо же, крыс не было. Откуда они взялись? Может, она и понимала, двуногая крыса. А я видел. Я мог сказать, а я не могу сказать. Я его люблю. Понимаете? Я видел, он лжет. И это очень плохо. А сказать не могу. Любовь преозмогает. Это избрание. Мое избрание, а его не избрание. Он не избран был. И он греха не боялся. И он начал курить, маленький. А я вижу. Ну, чтобы я не курил, они меня повалили. Нос зажали, папиросу в рот сунули. А я дыхнул. Все, теперь ты мне расскажешь. Ты тоже курил. И я так и думал, я курил. Теперь я молчу. Потому что я тоже курил. Понятно? А почему он такой, а такой? Не знаю. Я избран, я это знал. Он никогда не удалялся молитвы. А избрание определяется молитвой. Вот маленький ребенок, вдруг он замер. Присмотрись внимательно. Почему он сейчас стоит? Не торопись. Видите, внимательно он стоит. Грань. Позаметь, где мама-то? Она отошла. Отошла. Пока нет. Она вон грань не переходит. Сколько времени? Вот, митя, убедись. Мы в ребенке открываем новые грани. А он ее стоял, дергал и дергал. Она его дернет сюда, он туда ногой лезет. На что я могу сделать? Ограды никакой тут нету. А ничего и не надо. Ограды в тебе, уйди от него. За что я руку должна опустить? Да вы вообще не должны были ему подавать. Он самостоятельный, глиненка смотрит. Но кое-что из нашей лечисти может быть и понимает даже. Он что-то не понимает. Подошел, постоял, прям искушение-то какое ему. И повернул назад. Он знает, где защита. Отец, широкая спина. Стоит. Ты наблюдай только одно, когда он наклоняется, чтобы голова его не опрокинула. Больше я другой беды не вижу здесь. Почему в одной семье вот такие дети разные, бывает, дерутся между собой и ненавидят? Дерутся, это вопрос разрешить можно. Нет почтения к мальчику. Дочери 13 лет, а ему 4 года. Японский образ. Видите у себя, это очень полезно. Утром обязательно они должны в Японии подойти, поклониться. Вот такой наклон должен. Допустим, 15 градусов. И они все одинаково наклоняются. Отцу, привет, мама, поклон, все. А ему 3 года. Сестре 22 года. Она, отцу привет, матери поклон, а вот такой там 3 года. Исаке поклон. Почему это будущее защитник. А там у него 4 сестры старшие, все до одного, а ему 3 года. Все утром его приветствуют, кланяются. А он стоит. В него уже заложено. Я никогда не буду им кланяться. Она поклонилась, остается жить. Я не поклонился, мне умереть. Я когда защищать их буду. Ему вталкивается это. Еврейский мальчик идет в школу. Кончились каникулы, бежать, прыгать. Еврейский мальчик, или девочки. А они знают, каникулы, одна неделя. Другая неделя, вы будете заниматься английским языком. Да я, мама, заниматься английским языком будешь. Ну дети вон играют. Это русские, это гои, это скоты. У них нет плана. Нам управлять всем миром. Ему с детства вталкиваются. Ты еврей, ты сын Авраама. Ты помни это? Ты должен знать в 100 раз больше, чем эти русские гои. Гои, это скоты. Ему с детства вталкиваются. Но ты никогда это и не показываешь. с ними уважительно относись, Но ты знай, у них цели никакой нету. Ну, жениться, там придумали дерево, дом построят, сына родили. Ну, какая же это цель-то, когда все это смертно? Дерево сгнило, дом развалился, сын помер. А у него цель управлять всем миром. Ты должен быть другим. Ты еврей, во всем мире евреи это одна семья. У нас это ничего нету. И поэтому перед великой идеей, неправильной, мы должны остановиться. И они к этой идее идут. Ни год, ни два, тысячелетия из поколения в поколение передают. Вам управлять миром. Вот Советский Союз, вот тут нас притесняет, сынок, ты не знаешь что. Гои работают. Да, все у них есть. Но будет день, когда все эти богатства перейдут к нам. И вот она перестройка. И в Америке там, там сидят, а уже она становится на колени, это вредно. А обтряхни ему, помоги. А теперь второе колено, чтобы сам отряхнул. Отряхни рукой. Покажи ему. Отряхни рукой. Наклони его, скажи, отряхни. Вот так. Вот он. Ну, дальнего это отряхнул. И вот они там рассуждают. Кому отдать? Электричество, Чубайсу отдать. Так, золотые прииски, Абрамовичу. Так, это полторанину отдать. Так, никель. Да, это большой, алюминиевые заводы, берипаски. Они все распределили в Америке. А это, ну, это тут понятно вас тут кому? Березовскому. Борису Абрамовичу. И Борис Абрамович обыкновенный чертежник. И говорит, и однажды, он сам говорит, я проснулся, и я понял, я сказочно богат. 70 лет работали горбатели, выходных не было. Драли все там, облигации, и все это было для Израиля. И никто этого не видел, они это знали. Они к этому дню подходили, наконец развалили страну и перегнали, все богатство перегнали в Израиль. У меня знакомые, есть у них ребенок инвалид в колеске. У них семья. Мы все живем за счет пенсии этому ребенку. А он еврей. Это ничего не значит. Поэтому знак уважения должен быть к самой идее. Никаких идеи. А у нас идея какая? Царство небесное приблизилось. Я живу для Бога. А мы можем с ними соревноваться. Можем. Можем. У них есть все, но у них нет Христа. И мы выиграли по всем параметрам. Все, что они имеют временное. Об этом много говорит Златоус. Да, золото. Но золото и заржавело, как Яков говорит. Плата неоплачена вопиет. Против них вопиет весь мир. Но ты не проклина евреев никогда, только благословляй. И ты будешь благословен. Да кого благословлять жидовьет там, жид на жиде сидит, жидом погоняет. Жид имеет смысл, а другое это скряга. Не только национальные признаки какие-то. Жадный человек. Ну, а во-вторых, ты не перейди эту грань. Я эти слова сказал, жид, жидом, всюду жиды, жиды. У них выходит журнал еврейский или Хаим. К нам прилазила тогда была это Соломонова. Фаина Соломона. А? Фаина Соломона. Фаина Соломона. Она журнала еврейский. И там заголовок жиды, жиды, везде жиды. Как говорят. Еревес, это он их как поддает. За здоровье, как говорят. Что такое Лихаим? Ну, я вот не понять. А я говорю, это же ты Лихаим отдать им, евреям. Лихаим. Вот вы, как это, Сургут-то, или его? Карасук. Карасук. Вот он. Сидит человек у окна один и считает Карасук. Это не с ошибкой написано. А надо было не так. Надо было написать Карасуком. То есть кара Божья придет этим суком. Понятно? У него ум работает у человека, воображение понятно. А другие говорят, ой, а он сидит, да никого нет, еще и засмеялся. Сумасшедший. А он засмеялся глупости ваши. А почему ты засмеялся? В Библии такое было. А Сара засмеялась. Нет, нет, я не смеялась. Смеялась, ангел говорит. Смеялась. Да и у меня детей вообще не было. У нее уже давно женское прекратилось. Ну, я зато узнать, как обыгрывают. Считает место рождения женщины, откуда появляется ребенок, это ров. И ров этот пересох. И в сухом рву вырастет росток на весь мир дерева. То есть влаги не было никакой уже. И вдруг непонятно, почему особая какая-то любовь, влечение Аураму и Сара с ним начала играть. И вдруг забеременела и она таилась. Понимаете, как это Елисавета было. У Бога все возможно. Из сухого рва произошел росток. Этот росток благословения всему миру. А почему Сара таилась, а не Радов? Почему Сара таилась? Таилась, я понимаю, как пряталась от людей? Я говорю, говорю об Елисавете и применяю к Саре. Потому что трудно поверить в это. что у нее прекратилась женщина, когда забеременела, теперь у нее все соки, силы идут на создание ребенка. Ей теперь не надо, чтобы созревала, лопалась, выходила там месячная. Ей не надо, все закончилось, теперь вся сила брошена. А Сара та ничего это не имела. И вдруг у нее все это появилось, и она еще и не знала, пока уже действительно, ну как было в одной там, в очреве дети начали драться. Говорит друг другу, она говорит, если так будет, так что что мне тогда из-за этого будет. Ну будет что-то. Тут истории много, и все они прекрасные. Я почему поверил Библии с первого раза? Потому что в Библии описывается, я поверил о недостатках, что недостатки люди скрывают, а Библия все говорит. Псалмопевец Давыд, примерный царь, и вдруг говорится, он прелюбодей, он убийца. Думаю, что в самом деле? И вот это меня очень тронуло. Считаю про Сару, он говорит, ты скажешь, что я сестра, и мне хорошо будет, еще себе, ее возьмет фараон спать будет, а тебе хорошо будет. Вот еврейская порода какая, женой торгует, у Бога вымерено все, но он-то не знал, ну доверился Богу, за это награда. Ты вот рассуждай так, и ты будешь один сидеть и вспомнишь, улыбнешься и скажешь, как дивен Бог, а другой рядом сидящий подумают, сумасшедший, никого нет, ничего нет, сидит, все-то улыбается, юродивая Русь, а ты улыбаешься дивным делам Божьим. Я ушел, оставайтесь с Богом. Все, пошли, Михаил, что начинает не дойти? А детишек-то на кино не надо приводить? А? Детишек на кино можно привезти? Я думаю, что занятия пройдут на лице. Ну так занятия уже до обеда будут, сейчас время-то смотрите. Ну смотрите, придете. Ага, спасибо, Без 15, 10. Занятия до двух. Тарасик, стойте. Тарасик, просто, ладно, потом придирайся и тебе придирайся. Ну, они же не могут что-то много воспринимать.